Я Кутовая Анталия Владимировна. Глаза Измила Алексеевна. Что, Евкотетина Владимировна? Адрес Вашей парикмахерской? Великатырновская 39А. Что происходит и когда это все разразилось? Что происходит у нас захват Ивановым нашего помещения. Кто такой Иванов? Ивановся бывший адвокат, якого убрал из спилки адвокатов за нарушение адвокатской этики. Он юрист, нам ее посоветовал наш клиент, бывший милиционер, добрый человек. Привив ее, чтобы помогли нам разобраться с документами, чтобы мы уже на плаву были, а уже нормально работали. Вот и он нам привел его. Он вникал в все документы, разобрался и решил отжать у нас полностью все помещение. Все началось с 2014 года. В 2015 году уже было у нас решение суду, чтобы отказать, он хотел быть тут учасником. На эти 72%, которые оставила Горшкова, в спадок своему брату, Сулейну Александру Васильевичу, который находится в России, в электростале. То есть Иванов не мог, как он говорит, что он не мог эти 72% купить у Иванова, потому что большие налоги, наверное, были, потому что он не гражданин другой страны. Вот, возможно, он их не покупал, он просто узнал, какая ситуация, и он решил окольными путями, где правы, наглость, подлость, обман, и все это крышуя сила власти, он решил отжать у нас полностью все помещение, людей выкинуть на улицу. Что на сегодняшний момент происходит? Что на сегодняшний момент? Сегодня он нам отключил, у нас проплачена электроэнергия до 16 июля. На период мы платим. У нас долгов нет, мы платим все налоги, все оплачиваем за землю, за все, все за коммуникацией, мы платим все. То есть предприятия? В предприятии, да, работа уже, как Грушковой, сколько немало, то работа нормальная. Были бы претензии, нас бы закрили. Иванов хотел привить свою знакомую, то есть она сама приехала, представилась с областной налоговой, и она требовала документы 14-го года, то есть с того года, когда появился Иванов. Они хотели задним числом сделать банкротство. И без суда, нет, суд бы был, конечно, только без нас. Нас бы только поставили перед фактом, что вы уже никто тут. Наши проценты, которые там тоже есть, мы вкладники, он даже сколько раз у него вопрос, где наши проценты? Он просто этот вопрос игнорует. Вот и сегодня он пришел, за 2 секунды заскочив, там, где у нас щитова, есть на видео, что он заскочив и быстро выскочив. Ну, со словами, что я вам еще сделаю, ну, это только начало. Если он зайдет, нам придется ночью, тут нанимать охрану, тетушек или кого, я не знаю нанимать. Потому что, если он захватит ночью парикмахерскую, а он по-любому захватит, значит, нам уже сюда порог мы не переступим. Сколько у вас людей работает? На данный момент человек 15-16. Вы налоги платите, у вас как-то... Абсолютно. У нас все проплачено, у нас все кругом идеально. А бывают проверки налоговые там или еще какие-то? Ну, это же была налоговая, но дело в том, что, как-то интересно, вона поделилась, вона требовала документы 14-го года, вона посидела тут, потом через 10 минут пришел Иванов, вона не получила этих документов, мы не дали ей. Нас надо было вызывать директора, бухгалтера, надо было вызывать налоговую с документами. Ну, почему сюда она приехала? Она представлялась, до удостоверения показала? Ну, она представлялась, но дело в том, что интересная ситуация, через 10 минут прибег сюда Иванов, и он всегда требует всех побеседовать в машине. И они зачитывали туда, за Кулиничью, очень мило беседовали. Я внушла, что она тоже проплачена с барышки. Вы ее фамилию не запомнили? Ну, с Ивене Давыда у нас с ней общалась, мы так заглядывали, ну, подходили. Ну, дело в том, что документы это не наша парафия, это бухгалтера, директора. Мы просто поняли, что это не просто так она сюда явилась. Что вы будете делать, если он будет захватывать все-таки? Что мы будем делать? Будем драться до последнего. Вы готовы к физическому противостоянию? Ведь надо понимать, что он может физически стоять. Нет, дело в том, что, конечно, наша физическая сторона не попрет против него. Как сказать? Вот. А Вин человек вообще, конечно, если Вин самый настоящий барыга, Вин скупчик, краденого, то Вин, конечно, не поручивный постоит. Он угрожал вам? Угрожал. И наше Евгенье Давыдовне, она как раз была на работе, после первого, что вышла на него статья, то Вин позвонил. и как раз вина пришла, что себе напомните, зачем, что раньше, это две недели назад, кажется, было. Вот. И она пришла сюда, и как раз Вин звонил, и она включает громкую связь. И видно, но я не могу сказать на камеру, то, что Вин сказал. Это нецензурно? Не, ну, это, в принципе, оно есть. В культурной форме можете сказать, что он сказал? Это вы сами слышали? Это мы сами слышали, мы вызывали полицию, это все записано, нам и подтверждено. Это было открыто. Мы потом еще перепроверяли, скажу, Женя, может, это не его номер телефона, это на его же номер телефона. Вы подписаны, Иванов. Если он вас отсюда выдавит, куда вы работать пойдете? На мусорку, на свалку, туда на Макуховку. А куда? То есть, реально работы у 15 человек не будет, я правильно понимаю? Нет, дело в том, что работу, мы уже в таком, такая возрастная категория, что парикмахерскую, тоже не пидешь, в другую какую-то сферу, вы же знаете, до 45, самый высший сенс. А больше куда? То есть, в нас лишает кускоклеба, а самому хочется вкусно покушать, и ездить на дорогих машинах, и детей кормить своих. Какие-таки будут, как и папа.